День России – один из самых молодых государственных праздников, отметили Фокина. В Центре культуры и искусства «Спутник» состоялся праздничный концерт, посвященный этому событию. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации отмечается ежегодно 12 июня. Праздник именуется как День России. Именно ему и был посвящен концерт. В этот день всех зрителей, пришедших в Центр культуры и искусства «Спутник», своим творчеством радовал народный хор «Надежда». Это был их своеобразный отчетный концерт. «Не будет, не будет наше небо во вне. Будьте счастливы, люди, вы на этой земле». С прохождением времени праздник потихоньку приобретает свое очертание. И я думаю, в ближайшее время он станет поистине всенародным днем, который будет отмечать каждый житель нашей Родины. Ну а сегодня мне хотелось бы от имени руководства нашего города поздравить вас с Днем России и пожелать всего самого наилучшего. С праздником! Народный хор «Надежда» – это творческий коллектив, который радует своими песнями не только жителей Фокина, но и дает благотворительные концерты в домах инвалидов и ветеранов, в интернатах и домах престарелых, в госпиталях и диспансерах по всему Приморскому краю. За 14 лет своего существования коллектив обрел благодарного слушателя. Участницы хора – женщины, люди сложной судьбы, имеющие статус «Дети войны» и группу инвалидности. Эти милые женщины оправдывают название коллектива «Надежда». Будучи энтузиастами народной песни, его не тщательно отбирают репертуар, оттачивают свое мастерство и всегда рады выступать перед любой аудиторией. На этот раз со сцены в честь праздника звучали песни о Родине, России, людях и ветеранах. В течение времени изменялся состав хормейстеров хора «Надежда». Вместе с ним изменялся и состав коллектива. Но среди участников хора есть те, кто никогда ему не изменял. И они, конечно, заслуживают отдельных аплодисментов. Это Сафронова Нина Викторовна и Копылова Калина Филимоновна. Зрители «Тепло» приняли народный хор и отметили, что коллектив выступает в новых костюмах, а аккомпанемент становится более ярким. В этот день было много цветов, подарков и поздравлений. Желаем, чтобы успехли и здоровы, и что мы над вами, сияло, так стрелячее, чем нам. Монарка стареет, чтобы достались жили, чтобы горя не стали, и чтобы ваши дети нас радовали. Я хочу с огромным удовольствием сказать вам большое спасибо за тот вклад, который вы вносите в развитие культуры нашего города. Вы посещаете госпиталь ветеранов, посещаете наших инвалидов, и вы поднимаете им дух, дух борьбы с болезнью и несете самое красивое и прекрасное в жизнь. К слову сказать, в следующем году народный хор «Надежда» отметит 15-летний юбилей. Надеемся, что солистки в том же составе порадуют всех зрителей песнями оптимистического звучания, особым лирическим тембром, искренней исполнительской манерой. Полную версию праздничного концерта, посвященного празднованию Дня России, смотрите на канале МирТТВ.